МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, это уже стало традицией. Дело в том, что месячник добровольной сдачи оружия проводится 2 раза в год. Как правило, это весенний период, после зимней спячки, как говорится, и осенний. То есть закрываем год, просим людей, которые владеют какой-либо информацией, либо владеют оружием, которое не зарегистрировано, сдать в законном порядке и легализовать, чтобы в дальнейшем не было никаких проблем. По поводу самой процедуры. Есть возможность сдать оружие и, соответственно, не понести никакой ответственности за то, что ее хранили без документов и так далее, да? И вместе с тем есть возможность ее легализировать, то есть зарегистрировать? Совершенно правильно, да. Мероприятие добровольная сдача оружия предусматривает действующим законодательством освобождение от какой-либо ответственности гражданина или гражданки, которая обратилась в органы полиции с выдачей оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Она имеет право, это особо, зарегистрировать это оружие, либо написать заявление на утилизацию. Подчеркиваю, что ответственность в этом случае снимается полностью. Но только за хранение, если это оружие не участвовало ни в каких перестрелках и чем-либо. Это будет проверка проводить, есть у нас научный экспериментальный центр МВД, который делает баллистический отстрел. Если оно не проходит по преступлениям, совершенно верно, никакой ответственности. А по поводу статистики, вот в осенний период, в прошлый раз, когда вы к нам приходили, это была осень 2016 года, а тогда проходил тоже месячник, какая была статистика? Много ли сдало николаевцев в оружие добровольно? И сейчас вот уже прошел определенный период этого месячника, есть ли какая-то уже предварительная статистика? Ну, положением на 14 апреля я должен сказать, что это месячник 2017 года немножко лучше получился по единицам. Мы вышли на уровень миллионных городов. То есть было на сегодняшний день сдано более 60 единиц огнестрельного оружия, из них только 5 нарезных, и из этих 5 нарезных были 2 армейского образца. То есть информация, которую мы доводим людям, все-таки проходит небесследно, люди обращаются. Также было сдано или проинформировано, вернее, гражданами, жителями Николаева, о 18 хранящихся снарядов времен Великой Отечественной войны, одна граната была сдана, и более тысячи боеприпасов разного калибра, начиная от 7,62, популярный калибр при ведении военных действий, закончивая охотничьими патронами. То есть, насколько я понимаю, что проведение антитеррористической операции в Украине, на Востоке, оно повлияло на то, что у людей накапливается оружие, или где они вообще его берут? Да. С тех времен, когда у нас на Востоке получилась такая неприятная ситуация, действительно, незаконного оружия стало больше. Люди, которые проходят службу на Востоке, увольнявшиеся в запас, либо в отпуск, каким-то образом пытаются взять с собой какой-то трофей. Как правило, этот трофей потом приносит только зло, потому что оружие, оно нацелено как на защиту, так и на нападение. О том, что они привозят это оружие уже в мирную жизнь, никому не извещается. Поэтому и получается такая ситуация на сегодняшний день. Но опять же таки, хочу сказать, что в этом году люди, наиболее проникшиеся таким мероприятием, как добровольная сдача оружия, информируют, органы полиции принимают все сигналы, связанные с информацией про оружие, выезжает оперативная группа и фиксируют. Еще вопрос по поводу тех снарядов еще времен Второй Великой Отечественной войны, Второй мировой, соответственно. Где они, как они хранились? Это где-то их просто нашли или кто-то хранил просто в сарае? Нет, как правило, это помогают нам металлисты, так называемые, которые ищут металл в земле, именно искатели, ну и сдают там, чтобы добыть себе какие-то средства на проживание. Но я же еще раз подчеркиваю, что уже мы выходим на тот уровень, что люди, обнаружившие какие-то предметы, похожие на оружие, либо на взрывчатку, непонятной формы, извещают органы полиции. То есть звонят на 102, тогда проезжает взрывотехническая служба, у нас есть специальная, делают осмотр и тогда извлекают. Народ уже проникся идеей, что самому лезть не надо. Да, были очень плачевные случаи и на полигоне у нас, в широком лане, в возле полигона был обнаружен тоже снаряд, и человек пытался его распилить, и произошел взрыв. По поводу ликвидации этого оружия, которое, соответственно, сдают некоторые, некоторые потом регистрируют, вот то, что сдали, где оно утилизируется и что с ним дальше? Ну, все зависит от того, с каким намерением пришел человек в органы полиции. Если он принес оружие и написал заявление, что хочет стать владельцем этого оружия, значит, он проходит ряд, собирает ряд документов, которые необходимы для владения данным оружием. Мы проводим экспертизу, опять же таки, через наш научно-сельский центр при МВД, и регистрируем на этого человека. Если человек пишет, что ему, ну, это оружие, нет надобности хранить там, или регистрировать на утилизацию, значит, такое оружие свозится. У нас есть такая служба, как ресурсное обеспечение, это при Главном управлении национальной полиции. Все оружие, которое по добровольной сдаче было задано на территории области, свозится туда. Раз в квартал создается комиссия и вывозится, как правило, у нас есть доменная печь на маш-проекте «Заря», и при составе комиссии происходит плавка этого оружия. То есть, такой его жизненный путь, этого оружия. По поводу еще этого месячника, какие нужны документы, и что нужно проходить, возможно, какие-то комиссии, что собирать, если есть желание зарегистрировать это оружие на себя? Да, возможно, зарегистрировать, значит, по полу заявителя никаких ограничений нет, это может быть и женщина, и мужчина. Единственное, конечно, ограничение возрастное, да. Значит, охотничье гладкоствольное оружие регистрируется с 21 года, охотничье нарезное оружие регистрируется с 25 лет, газовое оружие регистрируется с 18, и травматическое тоже с 21 года. При этом необходимо иметь сведения о несудимости человека, который хочет на себя зарегистрировать. Он должен пройти медицинскую комиссию установленного образца форма 127, и должен пройти обучение, есть у нас ТИР «Динамо» при МВД, проходят курсы допуска к огнестрельному оружию, где рассказывается о правилах применения, о правилах оказания первой медицинской помощи вдруг при пострадавшем, если вдруг после выстрела получится такая неприятность, и проходят стрельбы. После этого получают сертификат прохождения курсов, и можно уже регистрировать на себя. А потом, если мы говорим о человеке, который хранит у себя оружие, его использует, каким образом, какая-то переаттестация проходит ли со временем, нужно ли его перерегистрировать со временем, и прагматичная часть, вот при регистрации, денежные средства какие-то нужны или нет? – Оформление оружия предусмотрено приказом Министерства внутренних дел и Министерства финансов. Это 4 квитанции необходимо быть. 18 гривен, 9, 20, 40 и 60. – Ну, то есть суммы весьма такие маленькие. – Это приемлемые суммы, 60 гривен – самая большая сумма, это разрешение на право хранения оружия. Это документ, сам план. 18,9 – это связано с регистрацией, то есть оформлением документов. – А само вот это обучение, оно бесплатно происходит или как? – Нет, обучение происходит платно, но платится в Тирдинамо по расчетному счету. К сожалению, сумма я не знаю, какую там платить, но, насколько я знаю, люди, которые проходят допуск оружия, то жалоб не поступало. То есть это приемлемая сумма, единственное, что вы говорите, как периодичность регистрации. Значит, первичная регистрация происходит, в которой человек сдал оружие, выдается разрешение на срок 3 года. Любое разрешение на оружие действует в течение 3 лет. По истечению этого срока за месяц до окончания срока владелец должен подать заявление на перерегистрацию и подать подтверждающие документы. Это медицинская комиссия, страховой полюс, рапорт участкового у проверки по месту жительства, обязательный опрос членов семьи, не возражают ли они, что их отец или сын, брат, сестра имеет оружие, потому что были такие факты насилия в семье. И мы людей лишали права иметь оружие, дабы не провоцировать беду, потому что ситуация такая в семье была напряженная. Вот, и участковый пишет характеристический такой рапорт, человек пишет заявление и продлеваем, опять же таки, на 3 года. Ну что же, дорогие друзья, месячник еще длится. С 1 апреля он начался, до конца этого месяца продлится. У вас есть возможность бесплатно и, самое главное, без каких-либо, потом ответственности без какой-либо сдать, либо зарегистрировать на себя это оружие. Вам спасибо большое за то, что сегодня пришли, проанонсировали это мероприятие, которое происходит в городе. Куда можно еще раз обращаться для того, чтобы сдать это оружие? Ну, используя такой уникальный случай, хотелось бы обратиться к жителям нашего прекрасного города Николаева о том, что с 1 апреля по 30 апреля на территории Украины, в частности, в городе Николаеве, проходит месячник добровольной сдачи оружия. Все граждане не должны остаться равнодушны. У кого есть какая информация, касающаяся хранения незаконного оружия, просьба обращаться по телефону, знакомый вам, 102, либо в заводский отдел полиции по телефону 34-31-72. Вот так, друзья, вся информация вам виложена с самого утра. Главное, запомните это все. Нагадую еще раз, что до нашей студии сегодня заветовал старший инспектор контроля за обегом зброи сектору превенції заводского отдела полиции, Головного управления национальной полиции Миколаевской области Юрий Николаенко. Дякуем вам за то, что заветовал до нашей студии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова